Доброго времени суток, меня зовут Олег Клинин и я представляю вашему вниманию урок по созданию эффекта HDR в программе Adobe Photoshop. Итак, немного вступления и информации, что же такое HDR. High Dynamic Range Imagine или HDRI или просто HDR. Это название технологии работы с изображением и видео, дипозон яркости которых превышает возможности стандартных технологий. Итак, простыми словами, HDR это новое модное в последнее время направление фотографии. И эта техника позволяет сделать очень красивое фото даже из самых обычных снимков. Отличается HDRI фото от обычной цифровой фотографии своей необычной прорисовкой мельчайших деталей, а также неестественными мистическими тенями. Существует много техник по созданию данного эффекта, а также споров, как же на самом деле выглядит этот эффект. Поэтому я покажу вам два способа создания HDR фотографии, а вам уже выбирать, что больше понравится. Вот. Вот такую я фотографию выбрал. И когда мы применим эффект HDR, вот такой вот она станет. Это первый вариант. И опять же наша фотография та же самая. И сейчас мы увидим, какой она станет. Вот такой вот симпатичный. Ну что ж, начнем. Открываем желаемую фотографию. Я выбрал фото своего города, сделанную местным фотохудожником Дмитрием Олимкиным. Чтобы показать вам, что этот эффект можно применить к любым вашим фото с более или менее четким изображением. Всегда в фотошопе работает лучше, с более качественными, конечно, изображениями. Итак, начнем. Изначально выбираем коррекция тени и света. И выставляем эффект 50%, ширина тонового диапазона 40%, радиус 40 пикселей. И радиус 120 пикселей. Отодвинем, чтобы вам было видно. Цветокоррекция ставим плюс 20 и контрастно-средних тонов ставим плюс 20. Также нажимаем ОК. Далее. Дублируем наш фон. Можно это сделать клавишами Ctrl-J. Либо, как вы видели, как я это сделал. И обесцвечиваем изображение. И ставим перекрытие на это изображение. Далее. Я создаю дубликат слоя другим способом и переношу его вверх, чтобы вам было понятно. Выбираем фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. Здесь выставляем радиус в зависимости от качества вашего изображения. В моем случае это будет 35 пикселов. Вот, чтобы такое изображение было крайне нечеткое. И ставим мягкий свет. Вот такое изображение у нас получилось. Но лучше поставить непрозрачность, потому как она сильно разметая на 40%. Смотрим, как с ним, как без него. Вот, в принципе, эффект создан. Но к этому фото мы еще вернемся, так как оно не сильно констрастное. Сейчас я вам покажу второй вариант. И потом мы поработаем с теми фото, которые у нас уже получились. Мы их обрабатывать будем после одинаково почти. Дублируем фон. Берем исходное изображение. Далее. Коррекция тени и света, как и в первом варианте. Только здесь немножко будет по-другому. И у нас эффект тени у нас 50, 45, 44. А света 65, 65 и 45. Ну, здесь я смотрю, как будет лучше. Останавливаю все-таки на 45 и здесь тоже плюс 20 мы добавляем. В принципе, немножко поменялись. В настройке так все то же самое. Копируем слой. И ставим осветление основы. Я подпишу еще слой, что это осветление основы, дабы потом не запутаться. Далее. Копирую уже из получившейся слой. И называю его линейный затемнитель. Естественно, здесь тоже ставим линейный затемнитель. Копируем этот слой, который получился. Я имею название перекрытие. И, естественно, ставлю перекрытие. Фото получилось слишком такое насыщенное. Поэтому мы можем подкорректировать это прозрачностью. Вот. И я ставлю где-то 50%. Осветление основы тоже 50%. И перекрытие. Оставляю без изменений. Пока пусть будет так. Теперь. Вот смотрите, как было, как стало. Так. Сейчас я открою и тот, и другой способ. И покажу, чтобы сделать дальше, чтобы фото было еще лучше. Потому что первый, к примеру, способ не особо хорош. Второй слишком, скажем так, контрастный. Поэтому сейчас кое-что поменяем. Что мы делаем с первым способом? Смотрим, какой он был, какой он стал. Второй тоже смотрим, какой был и какой стал. И сейчас поработаем со вторым способом. Еще линейный затемнитель. Я делаю непрозрачность. Ну, там, в зависимости от качества вашей фотографии, тут уже можно поиграться с непрозрачностью, чтобы она выглядела более интересной фотографией. Так. Создаю новый слой. Ставлю черную кисть и мягкость, вернее, жесткость на 0%. То есть мягкую кисточку беру и закрашиваем черным по краям. Вот так. Дальше меняем на мягкий свет. Ну, мы видим, небо сильно затемнилось. Для этого можно взять ластик. Поставить непрозрачность где-то на 50%. И немножко осветлить таким образом небо. Да, и жесткость забыл поменять. Вот. В принципе, можно немножко размыть. Но оно и так неплохо выглядит. С этим изображением, то есть нашим первым способом, я делаю цветовой баланс. Немножко, скажем так, добавляю цветов фото. И опять же, добавляю цветовой тон, насыщенность. Насыщенность чуть подниму. Яркость поставлю чуть-чуть меньше, на минус 7. Поиграюсь немножко с цветом, какой лучше будет. Чуть-чуть изменилось. Чуть-чуть тут изменилось. Далее создаю новый слой. И проделываю, как и со вторым способом. Делаю черную такую рамочку. То есть по краям. Прохожусь черной кистью. Вот. Здесь также немножко небо затронул. И поставлю слой перекрытия слишком. Мягкий свет более-менее нормальный. Теперь беру ластик. Непрозрачность 50%. Немножко неба. Вот. И непрозрачность чуть поменяю, потому что слишком затемнилось. Вот так уже будет получше. Вот второй способ. Вот первый способ. Вот как была наша фотография, как стала. И второй способ. Как была фотография, как стала. Вот в принципе и все, что я вам хотел показать. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До свидания.